Здравствуйте, в эфире программа «Хороший, плохой, злой» В этой студии Александр Котов, Георгий Лазаров и Максим Курников Здравствуйте, с праздником Как всегда, в самом начале программы мы распределим роли С праздниками, да Мы распределим роли, пожалуйста, вытягивайте Ну давай, спасибо Я сегодня первый Ай, я сегодня хороший опять Да что, что я сегодня плохой-то А я буду звым Это хорошо Давайте к первой рубрике «Тя-тя-тя-тя» «Наша сеть» Первая картинка моя праздничная Дело в том, что в одном из городов Картинка не праздничная вообще Очень-очень даже праздничная Потому что в одном из городов нашей необъятной родины Будут праздновать День города И на этот самый День города Зовут героев сериалов «Бригада» и «Бандитский Петербург» Мне кажется, это очень честное такое, понимаете Без розовых очков Представления о том, что за люди живут в провинции Правда же? В городе Берске Привозят все время каких-нибудь там Типа с замахом на культуру А это привезли тех, кого народ любит Про то, что эта культура дает понимание Хотя бы то, что объясняет это все журналистам Исполняющий обязанности начальника отдела культуры Мэрии Евгений Коржов Тут интересно то, что он Я сейчас как плохой, да? Нразу про плохой То, что он до сих пор исполняющий обязанности Только начальник отдела культуры Наверное, наверное, его утверждение в этой роли Зависит от того, как ребята из Бандитского Петербурга И сериала «Бригада» проведут А я Максима поддержу Потому что, ну, во-первых, я хороший А во-вторых, ну, на самом деле Посмотрите, мне идея чем нравится Чиновники в городе Берске все-таки думают о людях Которые живут в этом городе И они не просто думают Они знают, что люди любят Чем интересуются, да Понимаешь, то есть наверняка чиновники не просто Как бы вот каста, которая находится над людьми Они наверняка все выходцы вот из этих же людей Понимаешь? Ты хочешь сказать из киноиндустрии? Нет Не совсем Не совсем Не совсем из киноиндустрии Скорее, конечно, из жителей города Бердска Я как злой могу сказать, что в этот раз все-таки ребята начали сдавать Потому что на прошлый На один из прошлых дней рождения города Бердска Привозили группу комиссар Который исполнял вот на день города песни Простите, падла и дрянь Какой интересный Какой интересный репертуар Я как плохой, давайте я все-таки Одним из ярких, наверное, событий в моей жизни Было 1999 год В Оренбурге отмечали 200 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина Помните, да? На столбах были развешаны не пятиколонники Тогда на столбах, по-моему, телефоны Да, были развешаны плакаты с цитатами из произведения Александра Сергеевича Были какие-то творческие вещера, литературные чтения и прочее, прочее, прочее Что сейчас можно увидеть только, к сожалению, на телеканале культура Но вот я бы, наверное, не хотел бы жить в городе Бердске Где песни «Паду и дрянь» считаются такими Цитаты по городу висят Да, 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 считаются достойными Для того, чтобы их исполняли на дне города Ну и вообще, у меня были бы вопросы, наверное, к мэрии Которая таким образом тратит народные деньги Ну, поехали дальше Это моя новость Из разряда А в Америке негров линчуют Помните, да? Подменском сельских жителей начали брать плату за воду из колодцев Дорогие друзья, я сейчас как истинно плохой скажу, что авторитаризм и диктатура По большому счету, что нам демонстрирует господин Лукашенко или товарищ Лукашенко Нужны только для того, чтобы правильно выстраивать людей Подняли им на 5 лет миссионный возраст Тишина, умылись, живут дальше Умылись, причем заплатили за то, чем умылись, понимаешь? Да, умылись, причем из колодцев Представляете, платить за колодезную воду Если бы это пришло кому-то раньше в голову, я бы очень сильно удивился Но то, что это реализуется в Беларуси Ну что, дорогие друзья Мне кажется, что Беларусь во многом показывает нам направление для движения Правительство Беларуси показывает направление для движения правительству России Пенсионный возраст обязательно поднимут Мы сегодня, кстати, поговорим на эту тему Когда еще, как не 1 мая, говорить про человека труда и его защиту Или наоборот Слушайте, ну а что-то в этом есть Ну вот что-то в этом есть на самом деле Я как злой, наверное, буду злиться только потому, что не дожали немножко А за воздух Все впереди Все впереди Все впереди Господа, ну что вы, ну смотрите, все нормально 566 колодцев на балансе Колодцы надо обслуживать Балансить Балансить, да Балансировать Балансировать 30 литров в сутки На человека в сутки Вот Ну я думаю, что если ты возьмешь больше оттуда, никто не заметит Вот А тариф субсидируемый То есть государство от своих... А счетчик на кого-то состоит Вот меня ведь вопрос Я вот только хотел сказать Я только хотел сказать Что ты Подошел Значит, там на ручке, наверное, считыватель отпечатка пальцев Три раза ведро опустил Да 30 литров выкачал Все, больше нельзя Больше не крутится Ручка блокируется, да Наверное, надо какие-то японские технологии быть Бьет током Слушайте, я в этом Я хоть и плохой, но я в этой новости Знаете, что найду хорошее? Белорусы недалеко от нас ушли в плане ментальности И помните, по-моему, Салтыков-Щедрин сказал Что суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения А как проверить? Хотел бы я посмотреть, как они будут бегать за этими несчастными белорусами И проверять, сколько кто из них водички не скалуется Они не будут Это же Белоруссия Там придут к тебе, понимаешь И скажут, плати, и все И как бы без вариантов Потому что у тебя другой-то воды нет, кроме колодца Поехали дальше Вот Ну, тут целая серия сейчас фотографий будет Это моя новость Значит, в Сочи рестораторы приготовили сначала А потом похоронили 200 килограммов салата «Цезарь» Потому что он приелся Ну, справедливости ради скажу, что это на самом деле такая пиар-акция В рамках кулинарного шоу «Газстрит» В латиницей пишется То есть не «Газстрит» Нет, не «Газстрит» А «Газстрит» И, в общем-то, участники шоу сказали, что они будут продолжать хранить еду, которая им уже надоела Хорошая пиар-акция Маркетологи сработали, то есть на пять с плюсом Мы сейчас об этом за 2500 километров от города Сочи Разговариваем в своей передаче Это значит, что новость состоялась Знаешь, я тебе как зло скажу Если бы они все еще публично себе харакири сделали Во всем мире бы об этом говорили Но это не значит, что это сработало бы в плюс Да, ну, новость плохая Потому что издеваться над едой, как я считаю Ну, это в принципе ненормально Максимум, что в моем понимании допустимо Это там битва на помидорах или на апельсинах И то это происходит в той же Испании Где этих помидор просто с дерева Их некуда девать просто, да? А в России это не то место, где еды слишком много Как мне кажется Я даже могу предположить, что новость-то плохая Этой еды многим даже не хватает И 200 килограммов еды похоронить И уподобляться ребятам, которые под экскаватор запихивают бедных венгерских гусей Или голландский сыр Сметану, сметану Тут на днях была потрясающая новость Значит, раздавили 500 килограмм сметаны Плохой пиар Знаете, я как злой скажу, что как человек, который не обедал сегодня Я вот действительно вот каждого из них вот не люблю Друзья, я хочу сказать, знаете, резюмирую просто Я уверен, что внутри муляж от 200 килограмм Цезаря Все-таки было съедено Или продано и съедено Ну хоть так Или продано и съедено Ну хоть так Ну что, переходим к следующей рубрике Посмотрим новости, которые для нас подготовил Виталий Сапожников Рынок рекламы в Оренбурге по-прежнему арена жарких споров На неделе депутаты городского совета утвердили создание нового управления По размещению наружной рекламы и объектов наружной информации Руководителем будет Оксана Бондаренко Обсуждение среди народных избранников шло бурно Ведь рекламный рынок в Оренбурге спокойным точно не назовешь Тут и скандалы с проведением торгов И весьма скромные отчисления в бюджет И целые шеренги незаконных рекламных конструкций Которые все никак не снесут Нами заброшены дополнительные информации И поставлены на контроль следующие вопросы О теневом рынке рекламных конструкций О планировом поступлении доходов в бюджет города Оренбурга В 2016 году Завершение демонтажа всех незаконных рекламных конструкций В срок до 1 сентября 2016 года Работу нового управления начнет уже в августе Пока готова рекламная концепция города Которую, правда, пока мало кто видел С каждым витком вот этого всего клубка Хорошего становится все Оно где-то там, видимо, в середине где-то похоронено Зерно вот этого истины А чем больше на этот клубок наматывается Тем хорошего становится все меньше и меньше Но я еще раз говорю Мы уже как-то обсуждали эту тему вскользь в одной из программ И я тоже был хорошим И, собственно, единственное, что хорошего здесь Это то, что, наконец, может быть, наконец Будет некая внятная концепция развития рекламного рынка города Но там, кстати, не только рекламного рынка идет речь о общественных пространствах Да, и в целом общественных пространств То есть мы хотя бы сможем избавиться от хаотично наставленных конструкций, возможно Я надеюсь, по крайней мере Каких-то загораживающих знаки, загораживающих еще какие-то вещи Но вот другой разговор Это сейчас вам вот такой вброс, господа Это кому все это на руку И кто будет получать с этого деньги Ну, плохо то, что город до сих пор получает С рекламного рынка Оренбургской области копейки Там получает, по-моему, 30 миллионов рублей в год Платят эти средства, по-моему, за 500 или за 600 конструкций Которые на сегодняшний момент являются официально узаконенными А всего конструкций 2200 И, кстати, там есть депутаты Которые прошли в городской совет от партии Партии власти, от партии Единой России Которые голосовали против этой новой концепции При этом являются владельцами рекламных агентств Я тебе больше скажу С незаконенными конструкциями Новый начальник управления совсем недавно работал в компании Которая продавала незаконные конструкции И это тоже, в общем, очень интересный момент В общем, это на самом деле Когда мы говорим про такое выражение, как террариум единомышленников Наверное, да, вот весь рекламный рынок Он несколько такой Он, на самом деле, очень непростой Я эту концепцию читал На бумаге все классно Главное, чтобы не получилось, что гладко было на бумаге Но забыли про враги Другое дело, что тут, наверное, уже зависит не столько от рекламщиков Сколько от политической воли Отдельно Руководство города Потому что, извините, когда у вас 2200 незаконных Вернее, всего конструкций Из них там 2 трети или 3 четверти незаконной Которые реально портят эстетический вид города Которые реально мешают дорожному движению Не приносят денег в конце И самое главное, они просто не приносят денег Они приносят денег каким-то людям Но не приносят казну Но с этим надо что-то делать Слушайте, я как злой, наверное, должен что-то сказать злое Я скажу вот что Когда говорят о какой-то концепции Которую, кстати, не приняли депутаты Давайте это отмыть Не приняли Они только проголосовали за создание еще одного управления Так вот, когда говорят о какой-то концепции О каком-то новом управлении А при этом просто не могут убрать незаконные щиты в городе Мне кажется, это какой-то настолько дисбаланс Того, о чем говорят И что происходит на самом деле И вот эти вот щиты, знаешь Которые кто-то называет Чебурашка Вот сами сотрудники Они называют Чебурашка И вот я слышал как-то обсуждение У него, у такой-то компании Висят щиты на незаконной Чебурашке Боже мой Кто бы мог подумать Что Чебурашка может быть вне закона Представляете, такой незаконный Чебураш Японцы сейчас вообще Да Ну, поехали дальше Смотрим дальше сюжеты Показать есть что, да никто не видит Проблемы развития внутреннего туризма Обсуждали на неделе в Оренбурге Вроде бы и богат край достопримечательностями Как природными, так и рукотворными А заработать на этом область не может Нет нормальной туристической логистики Потенциальный турист обо всем этом великолепии Просто не узнает А если и узнает, то не доберется Почему едут в Форт Росс И вот абсолютно такой же форт Построены уже при съемках фильма Русский бунт И это интересно Но при этом гостиница в запустении Которая рядом находится Ресторан в запустении Это при том, что туристическая отрасль Крайне выгодна Только за прошлый год Оборот здесь составил миллиард рублей А что было бы, если поставить все это на конвейер Но нужно вкладываться Искать оригинальные подходы Словом, думать и пробовать А вот с этим-то пока проблемы Дорогие друзья Давайте я сразу скажу злые вещи Потому что это тема, которая меня очень сильно Всегда волновала Дело в том, что Оренбург Единственный город в Урале и по Волжье Который сохранил первоначальную застройку И первоначальный план города Из всех крупных городов Сохранил исторический центр Да, ну так уж получилось, что Индустриализация 20-х, 30-х и 50-х, 60-х Не сильно нас коснулась И поэтому не сносили вот так катком Весь город и не застраивали новый И на самом деле Это великолепный Такой туристический потенциал Вот в той же Америке Города первой застройки Пользуются колоссальной популярностью Люди едут, смотрят Да, тот же Летоурок, к примеру Лебедев же недавно приезжал Сказал, что совершенно потрясающий центр города Со старыми зданиями Когда никто, в общем, не бережет Когда сносят эти дома И строят там какие-нибудь очередные Уродские торговые центры А там где-нибудь В районе Драмтеатра Драмтеатра, например Там их целых два уродских Или еще где-нибудь Торгового центра, да На это смотришь и думаешь Ребят, ну помашите рукой Этой туристической привлекательности О чем тут говорить Речь, если вы не объявите Центр города Вот этой самой Там исторически важной Местности Которой Ничего нельзя делать Сделайте это, дорогие власти А потом призывайте куда-то ехать Ну если тебе проговорил историк Я как Я как плохой Что я скажу Сейчас про город Оренбург говорил В сюжете упоминаю И Кувандыик И Солилецк А Ташла Тюльганского района Который сейчас развивается Мест, куда в Оренбургской области Съездить Их достаточно много Но в первую очередь Туристическая привлекательность Должна развиваться В смысле Мы должны показывать Свою туристическую привлекательность Не жителям Башкортостана У которых места намного симпатичнее Наших Уж давайте будем честными Или не жителям Не, они просто разные Челябинская область Ну окей, хорошо Они пришли к этому Им интересно посмотреть На наши заводы А надо же Да Надо же в первую очередь Своим двум миллионам Жителей Объяснить Что Поехать на автобусе Несколько часов Для того чтобы Увидеть Кувандык Для того чтобы увидеть Ташху Тюльган Для того чтобы увидеть Солилецк В Оренбурге Я уверен Что 2-3 тех же населения Никогда в Солилецке не было Надо пропагандировать По крайней мере Среди своих Я не раз Если уж свои На это не купятся То чужие Ну извините Вряд ли приедут Ну вот Мне сегодня досталась Роль хорошего И честно говоря Я Ты в тупике Да Я в тупике Потому что Вот Виталик Такие новости подбирает Ну Господа Смотрите Хорошо что мы об этом говорим Несмотря на то что Несмотря на то что Несмотря на то что В стране Ну будем честными Кризис Денег не хватает На то Денег не хватает На сё Но За последнее время Речь о том Что в Оренбургской области Есть огромный Туристический потенциал Что есть места Что с ними надо Что-то делать Что надо привлекать Инвестиции Что надо строить гостиницы И Вот эти разговоры Они ведутся Ну вот Последние года Два Прям очень активно И И это не может Не радовать Хотя потому что Ну если уже заговорили То хотя бы Дело там С какой-то мёртвой точки Там пусть маленькими шажками Но сдвинулось Будем надеяться Что Дело сдвинется дальше Дело пойдёт дальше Разговор Сколько я работаю На Эхе Вот каждый год По-моему Эти разговоры идут Но В каких-то прям Кардинальных Ну смотри Ну Солилецк всё-таки Причесали Хоть как-то Окей Окей Согласен По Солилецку Кувандык немножко Там Солилецк причесали Будем чесать дальше Мир, труд, май Страна сегодня В очередной раз Вышла на первомайскую Демонстрацию Устроенные колонны Митингующих Составили представители Профсоюзов Рабочие предприятия Сотрудники бюджетной сферы И студенты Учебных заведений города По многолетней традиции Прошествовали По-советски До памятника Чкалова Лозунги привычные Повышение заработной платы Снижение безработицы В общем всё для народа Всё для трудящихся Ну я предлагаю На эту тему Что называется Проконсультироваться Со специалистом У нас в гостях Представитель профсоюза Фаримбурж Ярослав Черков Здравствуйте Ярослав Спасибо большое Что пришли С праздником вас Мир, труд, май Присаживайтесь Ярослав Ну смотрите Первое мая В нынешнем году Очень много Острых тем Очень много Можно даже сказать Скандалов Поднимается Тут и тема Про пенсионный возраст Мы всё чаще Слышим разговоры Про защиту человека Труда Хотя от чего Его и как защищать В общем Надо ли защищать Людей трудящихся И от чего Их надо защищать Вот на сегодняшний день Профсоюзы Основной целью Своей Что видят Во-первых Если говорить О профсоюзах То у нас две функции У нас почему Все в это любят На самом деле Упираться только В защиту Защиту Но оно самое Такое воинствующее Слово На самом деле У нас две функции Это защищать И представлять Интересы И представляешь Интересы До того Пока людей Не обижают Где-то Вот потом уже Вторая функция Твоя подключается И ты начинаешь Уже защищать То есть Вот сегодня Как мы видим Востребованность Это и есть Почему Потому что До каждого дня Какие-то случаются Моменты Даже вот Разангажированные Много уже Которые были До этого Ситуации В Аренбургских Авиалейниях К примеру А вы принимали Там какую-то Активную И профсоюзную Организацию Там есть Большая часть Коллектива Слава Богу Полетела Летный состав Но тем не менее Остаются Отдельные вопросы Люди обращаются Считают Что несправедливые Выясняется Что на самом деле Не все Как положено По трудовому законодательству Здесь ты подключаешься А сейчас Последние полгода Больше приходится защитить Чем раньше Да знаете Примерно То же самое То есть Пока не обостряется Нет вот кстати Удивляешься На самом деле Что вот у нас Это наверное Воспитанные Советской системой И дореволюционной Россией Ну просто Фантастически Терпеливый народ Вот просто Фантастически Смотрите Профсоюзы В принципе Практически Везде Профсоюзы Это такая Достаточно Оппозиционная Штука Третью Она не то чтобы Оппозиционная Она скорее Защищает Как раз Вот интересы Ну не Не провластная Скажем так Не провластная От капитализма Вот так Да У нас Профсоюзы В последнее время Все таки С властью Как мне кажется Стараются Больше Дружить Оно Я может ошибаюсь Но вам Это дружба Вот эти позитивные Замоотношения С властью Они вам что дают Знаете Тут надо Сразу что Сказать Что даст Война Вообще С властью С работодателем Чего он даст К сожалению Вот у нас Что получается Всегда надо Находить Какой-то компромисс И мы вот на это Как бы и нацелены Почему Потому что Если все таки Стоять на Такой позиции Что надо Вообще Жестко Бороться Митинги И так далее Когда это Обуковлено Причинами Причины Если этому есть То это Это и происходит И это Накапливается Как это К первому маю Сегодня Вот несмотря О том что Да 1 мая Пасха Да вроде бы Да у нас были мысли Даже Такие Темы Не выходить В этом году Вообще То есть да Но тем не менее Тем слишком много И самая главная тема Это снижение Покупательского спроса Вообще людей Поэтому самый главный Лозунг сегодня Это рост Заработных плат Вообще доходов И получается Что это надо решать И не доводить Тему до Русского бунта А вы как-то В этом году Как раз вы упомянули О том что в этом году Совпала 1 мая Пасха Вы как-то в этом году Согласовывали С русской православной церковью Да Во-первых Мы согласовывали Это с своим Чувством веры То есть да Поскольку Все-таки Система образующая Религия В нашей стране Это православие Да И большую часть Конечно Людей православных Иное отношение Сегодня к Пасхе Вообще к церкви То есть да Чем 20 лет тому назад И естественно В наших головах Сразу зародилось Ну как-то Может надо Посоветоваться Хотя бы И здесь ничего Я такого Для себя не увидел Пошел Как раз К новому Владыке Владыке Вениамину Посоветовать За благословением Просто что Ничего вот Мы такого не делаем Чего-то нарушающего Потому что Ну не все Можно знать И никаких проблем Интереснейший Собеседник Вообще Причем удивился Даже постановкой Вопроса Когда профсоюзы Ходили ночью Мы что С вами где-то Встретимся Что ли То есть И такие даже Моменты И более того Или говорит Вы антихристианские Лозунки что ли Несете Нет Я просто Где Мы две организации Ведем людей К общему знаменателю По большому счету РПЦ это тоже профсоюз Да Причем наверное Один из самых больших Мы с точки зрения Духовности Вы наверное Больше с точки зрения Материальной И поэтому Я приветствую Что во-первых Если люди у нас Выдержат И наши праздники И у вас Это просто здорово Но с другой стороны А к вам ведь Люди разных профессий Вступают в ваш профсоюз Конечно 19 отраслей Я вот подумал Интересно Священнослужители Они в какие-то профсоюзы Входят Нет У меня была Конечно такая мысль Но мне кажется Это Это и не надо У них все хорошо У них свой профсоюз Да У меня знаете Какой вопрос Причем начальник у них Начальник да Такой что Не знаете какой вопрос Вот зачастую Председатели профсоюзов В каких-то учреждениях Они же Собственно и работники Этих учреждений Особенно там Это касается Каких-то крупных предприятий Там больниц Там и так далее Например Как Шурочка из бухгалтерии Да И вот есть Есть вообще Вот независимые Председатели профсоюзов Вот Ну мы так прикидывали Там вот Как-то однажды С товарищами Что достаточно неплохие В общем-то Собираются Членские взносы За присутствие В профсоюзе И на эти деньги Вполне можно было бы Содержать человека Который вне системы И который бы Которому никто не может приказать Которому никто не может приказать Да Пригрозить например Да То есть Как это зачастую бывает Сейчас ты вот будешь Тут мне Там я не знаю Генеральный говорит Сейчас ты мне будешь Вот тут Людей поднимать На бунт И вот Я тебя в первую очередь И уволю И все И как бы Председатель профсоюзов Начинает вставать На сторону руководства Говорит Ну ребят Ну давайте Давайте Короче Насколько Он может быть Независимой фигурой Насколько да Насколько независимый Здесь конечно знаете Позавидуешь Системе законодательства Западных стран Отдельно например Бельгия Где есть такое В законе понятие Есть 100 человек На предприятии Если трое из них Собираются сделать Профсоюз Вообще создали То их больше не волнует Сколько там членства Вообще В организации Работодатель Обязан содержать На средней зарплате Председателя правкома Все Хоть там всего лишь Три члена профсоюза Вот такое как бы Законодательство Председатель И два его заместителя В силу закон В силу закон То есть да Тут не надо Никого ни в чем убеждать Конечно это какие-то Завоевания их прошлых лет По истории мы видим Что это достаточно Кровопролитные были А если опять же Ретранслируют на нашу страну Ну оно вообще интересно Конечно Вы скажите Кто вообще В этой стране Независим Вообще В этой стране Вот ни от кого Ничего не зависит Радиостанция Эхо Москвы Вот наверное Ярослав Если мысль Даже я вот коротко Прямо продолжу Это на самом деле Бич То есть да Вот этой проблемой То что у нас Экономическая обоснованность Освобожденного Председателя правкома Появляется в коллективах За 500 Меньше Просто не собирается На самом деле Там никаких взносов Тем более Есть же задача Не просто человека Одного содержать И весь профбюджет Грохнут на его заработную плату Один в поле Тоже не воет И мне вот Чего Всегда Не импонирует Когда вот Ты общаешься С людьми Или вот Говорят А вот Профсоюз Там вот Черков Там Антонов Сидоров Петров Вот они не выходят Но когда вот это Придет понимание Что профсоюз Это не Черков Который только на зарплате Профсоюз Это вот все мы Это вот Ты в том числе Не выходишь И не выйдешь И не поддержишь Смотрите Смотрите Этот Первомай Очень у нас Интересный Потому что Наконец-то В правительство Вносятся Предложения По изменению Пенсионного возраста Нам обещают 65 лет Мужчинам и женщинам И скорее всего Это будет После президентских Выборов 2018 года Скорее всего Профсоюзы Вообще Хоть что-то Могут в этой ситуации Сделать Ну понятно Вывести людей На витинги И вообще А надо ли объективно Что-то делать Или может быть Или вы с пониманием Относитесь к тому Что пенсионный возраст Действительно есть Экономические предпосылки И не поддеваться Ну если бы Если вообще Смотреть На Вот так вот Макроэкономические Себя наверное Поставить там В роли президента То Наверное Это Да То Предпосылки К этому есть Да Потому что Население Однозначно Сейчас Несколько стареет После вот этой Демографической На нас Вот на нас с вами Да Молодых сейчас Мне кажется Жесточайшее время Сегодня сейчас Будет ложиться По содержанию Потому что Если мы сейчас Посмотрим Нашу пенсионную систему Выходит что Сегодня мы Собираем налогов В пенсионный фонд Вообще по стране Лишь половину Чего сегодня же И тратить Так выходит что Ничего мы вообще Не накапливаем С вами то да То есть Никакого накопления Нет Мы тут же тратим Два раза уже заморозили Пенсионные накопления И эти накопления Поэтому этого не происходит И возможно Если здесь Макроэкономически Посмотреть К этому назрела Необходимость Экономическая А теперь давайте Мы с точки зрения Людей посмотрим Социально на это А созрело ли к этому Там Продолжительность жизни Состояние медицины И так далее И так далее Чтобы нам это можно было Вот некоторые говорят И мы даже говорим У нас есть такие Как бы мысли Что да здорово Да надо поднять Этот возраст даже 63 Давайте только что Ведь согласись Каждый из нас Хотел бы Дольше бы пожить В здравии Поработать То есть давайте Когда у нас будет Продолжительность жизни До 75 хотя бы Да А если нет Ребят Давайте искать Другие источники И мы сейчас говорим Нам все призывают Вот о чем Как вы говорите Понять и простить Нас все призывают Ну надо сейчас Понять и простить Ту ситуацию Что весь мир против нас И мы говорим Ребят Вы знаете Что в демографии Вот этот период После выхода на пенсию Дожитие 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 Официально называется Да Хорошо Я очень Прям последний вопрос Да Я может быть Немножко уточню Может быть Стоит А это колоссальные расходы Может быть Стоит отказаться От того Чтобы От льготных пенсионеров От тех Кто выходит на пенсию В 40 В 45 лет Для того Чтобы не поднимать Не повышать Этот возраст Для всех Вот Как к тем же льготникам Вы в профсоюзах Относитесь Потому что здесь же там И горно-металлургический профсоюз Да И шахтер Мы против Мы против Да А если у кого-то возникают Такие мысли Так надо предложить Прям вот Пойти Спуститься в шахту В Гайском И им объяснить На тысячу метров Нет Попробовать Просто попробовать Да Встать В цехе металлургическом И ты поймешь Что там А ты больше там не проживешь Ты там вообще до пенсии Не доживешь В принципе С такой экологией С таким подходом И надо отдать должность Что эти люди Заведомо понимают Что в принципе Они гробят свое здоровье И ничего этого не стоит Но тем не менее Они идут И поднимают экономику Этого предприятия Поэтому мы против Такой инициативы То есть это решать надо Искать надо в другом месте Ну что я могу сказать Давайте Пойдемте искать Давайте искать вместе И пытаться отстоять Пока Те сроки выхода на пенсию И периоды дожития Которые у нас сейчас прописаны Мир труд май До свидания До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok